Всем привет! Сегодня вы узнаете, где можно подышать стерильным воздухом, научитесь предупреждать аварии на нефтяных сооружениях и опробуйте шестой вкус. Подробности далее. Воздух в войном лесу буквально пропитан фитонцидами, биологически активными веществами, которые обладают свойствами уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Ученые подсчитали, что воздух в таком лесу содержит не больше 200-300 бактерий на 1 кубический метр, то есть по сравнению с тем воздухом, которым мы дышим в общественном транспорте, он практически стерилен. И это еще не все. Прогулки в хвойном лесу снимают усталость и нервное напряжение, активизируют газообмен в легких и, соответственно, улучшают дыхание. В первую очередь это необходимо заядлым курильщикам и тем, кто большую часть дня проводит в плохо проветриваемом помещении. Объекты нефтегазового комплекса Татарстана подвержены целому ряду рисков. Один из самых распространенных – коррозийные разрушения. От этой напасти страдают нефтепроводы и водонесущие коммуникации, токопроводящие кабели и даже фундаменты различных зданий и сооружений. Ученые Института геологии нефтегазовых технологий КФУ провели исследования на восьми действующих объектах нефтегазового комплекса, расположенных в восточной части Татарстана. Удалось выяснить, что практически на всех исследуемых объектах грунт имеют отклонения в сторону кислотности и щелочности. Было важно обозначить наличие проблемы. Дальше на каждой площадке необходимо проводить инженерно-геологические изыскания, отбирать пробы грунта и проводить их химический анализ. В 2009 году ученые заявили об открытии пятого вкуса. Кроме кислого, сладкого, горького и соленого, теперь выделяют еще умами – белковый. Он сообщает узнаваемый вкус белковым продуктам – яичному белку, рыбе, мясу, творогу и сое. На этой неделе исследователи из университета Орегона опубликовали статью, в которой доказывают, что есть и шестой вкус. Он имеет крахмальный или мучной привкус. Люди азиатского происхождения сравнивали его с рисом, а европейцы – с макаронами и хлебом. Это были самые полезные новости науки на сегодня. Пока!